День веков хронограф 14 июня 1919 года состоялось признание Антанты верховным правителем России Александра Васильевича Колчака. Он являлся одним из главных противников большевиков. Прежде Колчак был морским офицером, выдающимся исследователем морей Арктики и Дальнего Востока. В 1900-1902 годах он участвовал в полярной экспедиции и за выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг был награжден Русским географическим обществом Большой Константиновской золотой медалью и избран действительным членом общества. Да, не случайно один из островов Карского моря был назван именем Колчака. Он также принимал участие в проектировании специальных ледокольных судов. А в 1909-1910 годах Колчак участвовал в экспедиции Берингов пролив. Колчак был не только исследователем, но и боевым офицером. Во время русско-японской войны он попал в плен. Раненый и больной ревматизмом Колчак в 1905 году был отпущен из японского плена и вернулся в Петербург, где был награжден орденами и золотой саблей за храбрость. С началом Первой мировой войны Колчак практически руководил боевыми действиями флота на Балтике, успешно блокировав действия германского флота. Осуществлял разработанную им тактику морского десанта, нападал на караваны германских торговых судов. В 1916 он был назначен командующим Черноморским флотом и произведен вице-адмиралы. Однако удерживать дисциплину и достаточную боеспособность флота становилось все труднее и труднее. Адмирал Колчак чувствовал приближение бури революции и свою беспомощность предотвратить эту катастрофу. Поэтому в июле 1917 года Колчак, оставив командование Черноморским флотом, приехал в Петроград и вскоре был командирован в качестве начальника морской военной миссии в США. Узнав Сан-Франциско об Октябрьском перевороте, не счел эти события заслуживающими внимания. В ноябре 1917 года в Японии Колчак узнал о намерении советского правительства подписать с Германией мир и решил не возвращаться на родину, а продолжать борьбу с немцами. Союзником России в Первой мировой войне против Германии была Англия. Колчак был принят на британскую службу и в 1918-м приступил к формированию вооруженных сил для борьбы с германо-большевиками. В ноябре 1918 года он приехал в Омск, где, совершив государственный переворот, объявил себя верховным правителем российского государства и главнокомандующим новой создаваемой им русской армии. Колчак поставил себе целью победу над большевизмом и установление законности и правопорядка. Он получил военную поддержку Англии, Франции, Японии и США. Именно эти государства входили в Антанту – военно-политический блок, противостоявший Германии. И как раз 14 июня 1919 года состоялось признание Антантой верховным правителем России Колчака. Обладая половиной золотого запаса России, он повел успешную борьбу в Сибири, на Урале и Дальнем Востоке. К весне 1919 года в армии Колчака находилось до 400 тысяч человек. Его власть признавали такие белые генералы, как Деникин, Юденич и Миллер. Но восстанавливая частную собственность на предприятие и землю, Колчак действовал очень жестко. Он закрывал неугодные ему органы печати, выносил смертные переговоры, что вызвало сопротивление в труд Колчака. К тому же он допускал и другие просчеты. Так финский генерал Маннергейм предложил Колчаку двинуть на Петроград 100-тысячную армию в обмен на независимость Финляндии. Но Колчак, выступавший за единую и неделимую Россию, отказался. В результате к лету 1919 года главная группировка войск Колчака была разбита. Потерпев поражение, Колчак передал власть генералу Деникину на Западе и генералу атаману Семенову в Сибири и на Дальнем Востоке. А в январе 1920 года Колчак был арестован чехословаками и выдан советским властям. По тайному предложению Ленина, Иркутский революционный комитет постановил расстрелять Колчака. Тело Колчака было спущено в прорубь. 14 июня 1920 года Совет народных комиссаров под председательством Ленина, собравшись в узком составе, принял секретное постановление о так называемом совнаркомовском пайке, то есть о выдаче сытной еды властителям голодной России. Положение о пайке было утверждено единогласно. Также было решено этот документ СНК считать секретным и в печати не опубликовать. Только спустя шесть десятилетий сведения о совнаркомовском пайке, подписанном Лениным, увидели свет. Еще в августе 1919 года председатель Совета народных комиссаров Владимир Ленин потребовал от ЦК РКПБ изыскать возможность для финансовой и продовольственной поддержки работников наркоматов и их семей. А с лета 1920 года появились специальные участки, скрытые от широких слоев населения, где выдавались пайки для особо ответственных и незаменимых сотрудников центральных учреждений города Москвы. Паюк должен был обеспечивать высшее руководство и чиновников. Сегодня, 14 июня, вы смотрите программу «День веков и хронограф». Мы продолжаем наш рассказ о людях, которые оставили яркий след в области науки и культуры. 14 июня 1871 года родился Федор Васильевич Токарев, конструктор стрелкового оружия. Он посвятил созданию стрелкового оружия всю свою жизнь и успел многое сделать на этом поприще. С его самозарядными винтовками солдаты защищали родину в суровые годы Великой Отечественной войны. Но мировую известность ему принесло другое оружие – пистолет ДТ. Восхождение его к вершинам оружейного мастерства началось очень рано. Закончив приходскую школу, он 14-летним подростком поступил в учебно-слесарную мастерскую. Продолжая свое специальное образование, Токарев закончил оружейное отделение Новочеркасской военно-ремесленной школы и военно-казачье юнкерское училище. В 1919 году Токарев сконструировал автоматический карабин, а в 1925-м на вооружении Красной Армии был принят ручной пулемет Максима Токарева. Переделанный им из станкового пулемета Максима. Он также разработал первый отечественный пистолет-пулемет под револьверный патрон, снайперскую винтовку с оптическим прицелом и самозарядный пистолет ТТ, что значит «тульский Токарева». Именно пистолет ТТ был основным личным оружием офицеров и генералов Советской Армии в годы Великой Отечественной войны. Оружие, созданное Токаревым, широко применялось советскими воинами в боях с немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Деятельность Токарева по разработке новых образцов стрелкового оружия была высоко оценена родиной. Ему было присвоено звание Героя социалистического труда. Он – лауреат государственной премии, награжден четырьмя орденами Ленина и многими другими орденами и медалями. Редактор субтитров А.Семкин